всем привет дорогие друзья процесс переноса сайта с локального сервера на хостинг очень простой мы переходим в наш каталог на локальном сервере и добавляем все наши файлы сайта в архив я выбираю zip без сжатия чтобы у нас все максимально быстро добавилось но вы же не забывайте подписаться на канал если еще не сделали этого оценивайте видео и делитесь друзьями после того как у нас создался наш архив мы переходим в php myadmin на нашем локальном сервере здесь нам потребуется экспортировать базу данных со всей информации с нашего сайта вся информация сайта wordpress хранится в базе данных поэтому мы переходим в эту базу данных у нас она называется vp нижнее подчеркивание bv и здесь у нас все таблицы нажимаю экспорт вверху быстрый экспорт sql все настройки по умолчанию нажимаем вперед и у нас скачивается в загрузке вот такой вот sql файл это вся наша база данных теперь мы можем перенести эту базу данных на наш хостинг здесь у нас имеется два файла сейчас который нам понадобится это архив со всеми файлами и база данных я перехожу в менеджер файлов на нашем хостинге и здесь имеется каталог с названием домина здесь как раз таки должны находиться все наши файлы я нажимаю закачать и необходимо выбрать наш архив со всеми файлами нажимаю открыть далее ok и дожидаемся пока у нас загрузится наш весь сайт все файлы в архиве после этого мы выбираем этот файл и нажимаем здесь извлечь здесь есть встроенный архиватор в панели управления хостингом нажимаю ok и все файлы извлекаются после этого перехожу на вкладку базы данных нажимаю здесь создать базу данных и нужно придумать любое название для базы данных спереди также обратите внимание присутствует свой специальный префикс далее здесь указываю имя пользователя и придумывают для него пароль так как здесь еще не создан пользователь базы данных и как раз таки эти данные нам понадобятся для входа в наш пиечки my админ на хостинге нажимаю ok и у нас сохраняется база данных и пользователь для нее после этого мы видим здесь база данных у нас появилась переходим слева в раздел пиечки my админ у нас открывается переход в пиечки my админ уже на нашем хостинге указываем здесь пользователя и пароль которого мы только что создавали при создании базы данных и входим в субэдэ пиечки my админ здесь уже имеется база данных она пустая нажимаем импорт и выбираем файл наш скил который мы экспортировали с локального сервера больше никакие настройки я не меняю нажимаю вперед и жду пока все у нас импортируется как вы видите у нас слева появились все эти таблицы которые были на локальном сервере они перенеслись все на хостинг и теперь у нас точно такая же база данных и на хостинге здесь я меняю домен сайта с того который был на локальном сервере просто название каталога на настоящий домен сайта который у нас прикреплен к хостингу как раз таки там и будет наш сайт меняем две эти записи нажимаем редактировать и подставляем здесь правильный домен все остальные настройки здесь менять не требуется в таблице vp users нажимаю также изменить пользователя админ меняю здесь домен придумываю какой-то новый более сложный пароль потому что у нас стоял пароль админ на вход в вордпрессовскую админку выбираю здесь кодировку md5 для того чтобы зашифровать пароль и после этого мы нажимаем вперед мы подредактировали три записи в vp options таблицы и в vp users и в итоге у нас теперь будет все корректно с базы данных и с нашим сайтом единственное нам нужно перейти теперь в менеджер файлов 3w здесь наш домен открываем файл vp config.php и здесь нам нужно изменить название базы данных мы его можем скопировать отсюда когда мы ее составляли мы сами придумали название после этого мы указываем имя пользователя здесь также эту информацию можно посмотреть и указываем здесь пароль уже вместо рут логина и рут пароля мы указываем здесь логин и пароль от пользователя базы данных которого мы только что создавали после этого нажимаем сохранить нажимаем ok и у нас все настройки уже выполнены теперь я обновляю наш сайт по этому домену и как вы видите у нас уже появилась наша страница все здесь прекрасно работает и все данные перенеслись теперь я добавляю здесь слэш vp админ указываю логин админ пароль который я устанавливал через базу данных php myadmin вот здесь сейчас он зашифрованный потому что мы использовали шифровку md5 и как вы видите мы в базе данных не сможем подглядеть этот пароль он там отображается в не стандартном виде а в виде зашифрованного текста и теперь мы вошли в админку вордпресса можем здесь выполнять любые настройки все данные у нас перенеслись все настройки плагина также у нас сохранились и все готово и и и и и и и и и Продолжение следует...